В возрасте 17 лет Стефанос в первый раз вышел на футбольный газон в официальной встрече в футболке зеленого цвета, цвета футбольного клуба Панатиакос. Сразу же со своим дебютом он стал самым молодым игроком, выходивший за Панатиакос. Стефанос Капино родился 18 марта 1994 года в Афинах. По происхождению он албанских кровей, потому фамилия этого вратаря не греческая. Капино начал заниматься футболом в школе любительского клуба Аэтос. Прежде чем тому исполнилось 13 лет, за 17 тысяч евро оказался в школе Олимпиакоса. Да-да, именно Олимпиакоса, злейшего врага Панатиакоса. Капино 2,5 года пытался впечатлить тренеров детской команды. Однако те же не стали его подписывать, и после этого он переходит в стан злейшего врага Панатиакос. 17 сентября 2011 года, уже имевший славу по выступлениям на юношеском уровне, Стефанос дебютировал в основе Панатиакоса. В матче против Атромитоса, где в самом дебюте встречи был удален основной голкипер Орестис Карнецис. После чего на поле вышел Капино и застолбил за собой место в основе. В ноябре все того же года главный тренер сборной Греции Фернандо Сантуш вызвал ее в расположение сборной страны. И дал возможность дебютировать в матче против сборной Румынии. Таким образом, Капино стал самым молодым игроком в истории сборной Греции. В Греции, за исключением Антониуса Никаполедиса, никогда не было голкиперов хотя бы хорошего стабильного уровня. Капино дает возможность предположить, что этого осталось ждать недолго. Юный вратарь обладает всеми качествами, дабы вырасти в игрока высокого уровня. Что можно отметить в игре Стефаноса? Он довольно прыгуч, бывает на публике совершает такие прыжки и растяжки, будто собирается взлететь. Для такого роста, если добивать еще и прыгучестью, то получается смесь для закрытия всей площади ворот. Вообще, Капино достаточно рассудителен и мудр. Как для своего возраста, так и позиции. Обычно молодые голкиперы примечательны красивыми сейвами, реакцией и прочими вещами, позволяющими в будущем рассчитывать на него всерьез. Но Капино, такое впечатление, готов играть в довольно высоком уровне уже сейчас. Для Панатиакоса это уже не просто будущее, а настоящее. Стефанос уже своей стабильной игрой привлек внимание известных клубов, таких как Интер, Милан, Арсенал и Манчестер Юнайтед. Если его прогресс продолжится, то Капино долгие годы будет голкипером номер один для Греции. Да и в более серьезных чемпионатах может себя проявить. Вратари в Греции особая вещь. Не только в сборной, но и в клубах традиционно возникают проблемы с игрой голкиперов. Посмотрим на него и пожелаем ему удачи!